Тот, чья музыка будет жить вечно. Гениальный Дмитрий Шостакович – человек, который отражает дух России и является ее символом. Его имя неразрывно связано с историей Куйбышева. Именно здесь Шостакович закончил свою знаменитую седьмую симфонию. Она впервые прозвучала в стенах Самарского театра оперы и балета 5 марта 1942 года. 25 сентября, в день рождения композитора, представители музыкальной общественности, учащиеся музыкальных школ и просто любители музыки великого композитора, пришли к памятнику Шостаковича возложить цветы и почтить его память. Чувствую личную гордость за то, что я, как говорится, через одну руку пожатия был знаком с Дмитрием Дмитрием Шостаковичем. Это гениальный музыкант, гениальный человек. И та драматическая жизнь, которую он прожил, она, конечно, была… Это была его жизнь, это была его победа над всем, над сталинизмом. Любимые всеми произведения Дмитрия Шостаковича исполняют музыканты Самарского Муниципального Духового Оркестра. И ученики музыкальных школ вместе с учителями. Вспомнить о композиторе и отдать ему дань памяти приехал и гость из Северной столицы. Музыковед Иосиф Райскин – один из немногих, кто слышал исполнение Седьмой симфонии впервые в 1942 году в Запасной столице. Это воспоминание он несет с собой через всю жизнь. Кроме того, что он летописец XX века, он еще и наша опора жизненная. Он властитель дум. Потому что в жестокий век одновременно прекрасный век. И жестокий век – век катастроф, век человеческой доброты, и вместе с тем век страшных преступлений против человечества. Шостакович все это отразил в своей музыке. День рождения композитора в этом году совпал с финалом музыкального фестиваля «Шостакович над временем». Полина Чулькова, Николай Епифанов. События.